Каждый. Я надеюсь, каждый из вас понимает, что покупать видеокарту с Али, это как принять участие в розыгрыше. Вам может попасться хороший образец, а может умереть уже через несколько недель. Я часто делаю посты про АМДРХ 470 с Алиэкспресс, ведь сейчас они стоят там 60 баксов, или же 3600 рублей. Но опять же, с купонами, со всякими промокодами стоят еще дешевле, что я считаю очень привлекательной ценой. Но надо понимать одну важную вещь. Все эти видеокарты после майнинга, то есть они работали под нагрузкой очень долгое время. И гарантийный период на них уже давно закончился. Но, к счастью, у меня пока ни с одной из них не было проблем. Я часто слышу, мол, приходят они грязные, более того, с разными чипами памяти. Поэтому давайте вскроем ее и посмотрим. Скажу сразу, что я ее не чистил. Более того, до этого видео я ее даже не открывал. Поэтому, как она пришла, так мы на нее и посмотрим. У нас экземпляр охлаждения XFX. И, как видите, все выглядит очень даже хорошо. Я бы сказал, что она обслужена полностью. У нас новая термопаста, хоть и непонятно какого качества. Все чипы памяти на месте от Эльпида. Кстати, радиатор с ними не контактирует. То есть никаких прокладок тут нет. Они охлаждаются от самих кулеров системы охлаждения. Есть несколько вариантов системы охлаждения. Мне попалось с двумя теплотрубками, и это считается самой слабой. Очень маленький алюминиевый радиатор и старые термопрокладки на цепях питания. Но ее должно хватить для нашего чипа. И это, кстати, самая настоящая карта RX 470 от XFX. И не какая-то там китайская поделка, а именно оригинал. Надо понимать, что она была в майнинге очень долгое время. Давайте рассмотрим технические характеристики видеокарты с официального веб-сайта AMD. Я имею в виду референсную версию. Архитектура Polaris. Потоков процессоров 2048. В стоке частота 926 МГц. В бусте 1206 МГц. Объем памяти от 4 до 8 ГБ. Эффективная частота памяти 6600 МГц. Шина памяти 256 бит. TDP 120 Вт. И поддержка всех современных API. Видеокарта требует 1х6 пин питания. Видеокарта от XFX разогнана завода. Но, к счастью, мы можем разогнать еще чуть-чуть ее. В моем случае я разогнал ядро до 1296 МГц. И эффективную частоту памяти до 7500 МГц. А это, на секундочку, показатели AMD RX 570. О температурах мы поговорим с вами в конце видео. Но скажу вот что. Уровень шума терпимый. Да, он есть. Это не самая тихая карта. Но в закрытом корпусе она не будет вам мешать. Тем более, если вы играете в наушниках. Немного слов о тестовом стенде. Процессор у нас Intel Xeon E5 2620 версии 3. И я уверен, его тут хватит. Оперативной памяти 24 ГБ DDR4. Все игры запускали с SSD накопителя. Видео я записывал при помощи карты видеозахвата. То есть, никакого влияния на конечный FPS нет. По поводу MSI Afterburner. Он не очень хорошо работает и плохо отображает загрузку с видеокартами от AMD. Так что загрузка будет иногда прыгать. Но это нормально. Карта грузилась как надо. Все полезные ссылки будут в описании. Если видео вам понравилось, не забывайте про подписку. И ваши лайки также очень помогут. Первая игра на тесте у нас Fortnite. Все настройки средние, Full HD разрешение. Видеокарта держит частоту и при этом загружена на 99%. При этом посмотрите на график кадров и время кадра. По-моему, они выглядят очень хорошо. Было всего пару редких пик на графике. Но они никак не влияли на сам геймплей. Минимум у нас 146 и в среднем 185 кадров. Очень крутой FPS для геймерских мониторов. Вторая игра на тесте Apex Legends. Настройки у нас средние, низкие, Full HD разрешение. Выбрал место, где много высоких зданий. И тут обычный FPS ниже всего просаживается. Минимум у нас 64 и в среднем 86 кадров. Это хороший и играбельный FPS. Для мониторов 75 Гц, я думаю, подойдет. Но выжать больше кадров можно, уменьшив настройки или разрешение. Потому что загрузка видеокарты и так стопроцентная. А вот эта игра хорошо грузит все видеокарты. Ведьмак 3. Настройки у нас Ultra, Full HD разрешение, отключен Hairworks. Загрузка видеокарты у нас 100%. Иногда подскакивают пики на графике кадров. Но когда я играл, я не заметил каких-то сильных лагов. Хотя на видео я вижу, что пару микрофризов было. Тем не менее, я считаю, это довольно-таки комфортный геймплей. Минимум 52 и в среднем 62 кадра. Чего для одиночной игры типа Ведьмак 3 хватает. Довольно свежая игра, которая грузит GPU Outer Worlds. Настройки очень высокие, Full HD разрешение и тут ощутимо меньше кадров. При этом редкие пики на графике кадров имеются. Но геймплей довольно плавный и без каких-либо проблем. Хотя, опять же, пару подвисаний у нас все-таки было. Минимум 35 и в среднем 45 кадров. И скажу честно, я бы снизил настройки на высокие или средние, чтобы выжать больше кадров. Довольно динамичная игра Battlefield V. Играем в онлайн режиме, настройки средние. И тут у нас есть пульсация только в бою. Но при этом никаких лагов нет. Минимум 84 и в среднем 100 кадров. Геймплей довольно приятный и плавный. Считаю это хорошим результатом. Последняя игра на тесте это Metro Исход. Настройки высокие, Full HD разрешение и DirectX 12. График кадров не идеально ровный. Время кадра выглядит приемлемым. Да и геймплей довольно плавный, без зависаний. Минимум у нас 40 и в среднем 61 кадр. Чего для Metro Исхода, я считаю, хватает. Ведь это не онлайн, а одиночная игра. Пару слов под конец видео об этой видеокарте. И я считаю, что это хороший такой GPU. Да, она шумнее, чем, скажем, какой-нибудь Sapphire. Или другая карта с топовым охлаждением. Но это не референсное охлаждение с турбиной. Как видите, температуру видеокарты держит хорошо. И даже после сильного разгона, они в пределах нормы. Примерно 70 градусов. Многие могут сказать, что 70 градусов это как-то много. И поверьте мне, для видеокарты это нормальная температура. Вот короткое видео о том, как она шумит. Но надо понимать, что это было видео снято с телефона, который находился очень близко к видеокарте. И видеокарта была при этом в открытом стенде, а не в закрытом корпусе. Спасибо всем за просмотр данного видео. Ссылочки, как обычно, будут в описании. Я надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И если видео вам понравилось. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok